Привет, друзья! С вами Олег Шпагин, школа программирования VicePath. Сегодня у нас с вами урок по ОГЭ, и мы с вами решим задачу номер 15.2 из ОГЭ по информатике за 2020 год. И решим мы ее с помощью кумира. Итак, давайте читать условия. Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел, то есть это у нас целые числа, определяет количество чисел, кратных четырем, но не кратных семи. То есть нам нужно определить количество чисел, которое удовлетворяет этим двум условиям, кратных четырем, но не кратных семи. Программа получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа. То есть мы получаем количество чисел в последовательности, а потом получаем сами числа. Хорошо. В последовательности всегда имеется число, кратное четырем и не кратное семи. Количество чисел не превышает 1000, введенные числа не превышают 30 000. Программа должна вывести одно число, а именно количество чисел, кратных 4, но не кратных 7. То есть мы должны вывести одно число, которое будет являться подсчетом таких чисел, которые удовлетворяют этим условиям, что они кратны 4 и одновременно не кратны 7. Хорошо, давайте теперь напишем это на кумире. Первое, с чего мы начнем, это мы с вами определимся, какие перемены нам нужны в программе. Итак, мы поняли, что это целые числа. Первое, что нам нужно? Нам нужно количество чисел. Давайте количество чисел, которое удовлетворяет вот этому условию, обозначим буквой K. Пишем K английское. Запятая. Что еще нам нужно? Программа получает на вход количество чисел в последовательности. Количество чисел в последовательности давайте обозначим буквой N. Так. А затем сами числа. Каждое число, которое будет вводить пользователь, давайте мы обозначим нам, переменной нам. Так. И потом, что нам еще нужно? Ну, у нас, конечно же, здесь будет цикл. Мы будем в цикле считывать эти числа от пользователя. Поэтому нам нужна переменная I. Давайте ее определим I. Итак, у нас с вами 4 переменных. K. Это количество чисел, кратных 4, но не кратных 7. N. Это количество чисел в последовательности. N. Нам. Это сами числа, которые вводит пользователь. I. I. Для цикла. Отлично. Теперь давайте приступим к дальше. Первое, что мы с вами сделаем, это введем от пользователя число N. Количество чисел в последовательности. Вот здесь, как в примере. Смотрите. Входные данные у нас даны следующие. Четверочка. Потом ввели 4 раза вот эти цифры. 16, 28, 26, 24. И получили на выходе двоечку. То есть мы первое, что должны с вами сделать, это считать количество чисел в последовательности. Пишем команду ввод и вводим N. Отлично. Теперь мы с вами, после того, как получили количество чисел в последовательности, мы должны ввести сами числа в программу 4 раза. Для этого мы делаем цикл, который будет выполняться 4 раза. Пишем начало цикла для и от 1 до N и конец цикла. Конец цикла. Что мы будем с вами делать в этом цикле? N раз. Мы будем N раз вводить сами числа в нашу программу. Так и напишем. Ввод нам. Мы с вами определились, что переменная нам использует для того, чтобы мы вводили вот эти числа N раз. То есть количество чисел в последовательности. N раз. Вот у нас с вами цикл, который N раз введет эти числа. Хорошо. Теперь мы можем с вами, когда вводим число, сразу проверять его на вот это условие. И если оно удовлетворяет этому условию, то мы будем увеличивать на единичку вот это число, количество чисел, кратных 4 и не кратных 7. Поэтому давайте переменную K после ввода N сразу запишем 0. К при своем значении 0 и после ввода N мы с вами будем теперь проверять условия, что это число кратно 4, но не кратно 7. Помним, что для этого используется команда MODE. Она может посчитать остаток деления чисел. Туда передается два числа. Первое и второе. Первое число делится на второе. И команда возвращает остаток. Если оно делится без остатка, это будет 0. Если с остатком, то это будет не 0. Смотрите. Давайте мы с вами пишем наш условный оператор. Если. Если. В скобочках мы с вами укажем условия. Первое условие, что кратно 4. Пишем команду MODE. В скобочках в эту команду передаем два числа. Само число нам, которые ввели нам в программу. запятая и делим на 4. То есть кратно 4. Проверяем. Если. Остаток отделения нам на 4. Равен 0. Равен 0. То нам. Это подходит. И. И. Также. Мы сюда передадим. Что. MODE. Остаток отделения. Этого числа нам на 7 не должен быть 0. То есть вот эти два условия мы с вами должны проверить. То есть кратно 4 и не кратно 7. То есть остаток отделения на 4 должно давать нам 0. А остаток отделения на 7 не должно давать 0. Чтобы оно было не кратно 7. То. Так. Сразу напишем все. И. Если у нас вот эти два условия выполняются. Вот эти они. Два условия. Да. То мы должны количество чисел увеличить на единичку. Вот это k. Так и напишем. k. Присвоить значение k плюс 1. Хорошо. Смотрите. То есть у нас с вами что получилось. Мы ввели n. Количество чисел в последовательности. Потом n раз. Для переменной i от 1 до n. В этом цикле. Мы вводим число. Как здесь и написано. Сами числа вводим последовательно. И одновременно проверяем. Что введенное число. Если соответствует этим двум условиям. Вот этим двум. То мы переменную k. Которая подсчитывает количество чисел. Увеличим на единицу. Потом. Мы с вами должны. Вывести. На экран. Вот это k. Смотрите. Программа должна вывести. Одно число на экран. А именно количество чисел. Удовлетворяющим вот этим двум условиям. Кратным 4. Но не кратным 7. То есть число одновременно должно. Удовлетворять двум условиям. Пишем вывод. Вывод. k. Так. Смотрим. Все мы с вами сделали. Давайте теперь. Мы сохраним эту программу. С вами на компьютер. Потому что при выполнении вот этого задания. Вы должны у организаторов экзамена. Получить название файла. И куда вы должны это сохранить. Чтобы ваше решение сохранилось. Нажимаем сохранить. В моем случае я выбираю рабочий стол и ОГЭ. И например задание 15.2. Алгоритм на кумире. Сохранить. А в вашем случае. Вам возможно придется выбрать. Сеть. Какую-нибудь сетевую папочку. И сохранять уже там. Под тем названием. Которое вам скажут. Так. Все. Мой файлик сохранился. И теперь я готов. Его запустить. Запускаю. Смотрите. Ввод целого. Написано. Ввожу например. Так же как в примере. 4. Нажимаю Enter. Следующее. Ввод целого. Давайте введем 16. Так. Введем 28. 28. 26. И 24. Enter. Выявилась у нас с вами на экран двоечка. Так же как выходные данные здесь. То есть мы с вами программу написали правильно. Вот наша программа. Довольно простая. Определили переменные, которые используем. Ввели n. Цикл сделали. Вводим нам. Сразу проверяем на эти два условия. И подсчитываем. Потом выводим наш подсчет на экран. Все довольно просто. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Ставьте лайки. Комментируйте. Сдавайте вопросы. Всем удачи на экзаменах. Спасибо. Спасибо.